Давайте встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя за милость Твою, за благодать Твою, за Слово Твое, которое живо и действенно, которое, как меч обоюдоострый, проникает до разделения духа и души, составов и мозгов, которое судит намерение, помышление, Господь. Я прошу Тебя, пускай это Слово, Господь, сегодня будет для нас сильно, Господь, действенно, Господь, изменяющая, Господь, благослови, пускай это Слово даст нам силу, Господь, и укрепит нас, и утвердит в том, Господь, что мы получили и приняли от Тебя. А я благодарю Тебя и славлю Тебя за каждого моего брата, за каждую сестру, за каждого из нас, Господь, я славлю Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Слава Иисусу. Давайте откроем второе послание Петра, можно даже с первого открыть, пятая глава. Пятая глава, седьмой стих. Все заботы ваши возложите на Него. Скажи своему соседу, все заботы свои возложи на Него. Послушайте, заботы – это то, что тебя заботит по-настоящему, беспокоит. У каждого из нас есть определенное беспокойство. Беспокойство о будущем, беспокойство о том, как будет завтрашний день. Все заботы возложите на Него. Все заботы возложите на Него. Вы знаете, проблема некоторых жен, они не могут возложить свои заботы на мужа. Он должен заботиться, и он должен печься. А что там такое происходит? Фима кушает? По-моему, там разговаривает кто-то, кроме Фимы. Фима, бабушка кормит Фиму? Это что-то… Я все понимаю. Все заботы – это значит те заботы, которые у вас есть по-настоящему. У кого из вас есть в сегодняшний день заботы? Смотрите, что нужно сделать для того, чтобы прийти в присутствие Божие? Надо возложить все заботы. Вы знаете, что лечит, что исцеляет по-настоящему у нас? Это заботы. А ну, открой это место, Писание. Виталик, есть оно? Все заботы. Ваши возложите на Него. Возложите на Него, ибо Он печется о вас. Петр пишет, когда Иисуса уже не было. Не из-за того, что он… Вы знаете, Петр вообще интересный человек был. Ему надо было пройти определенные этапы в своей жизни, чтобы стать человеком веры. Вот это пишет человек веры, правда? Который что-то прошел уже, что-то уже знает, что-то уже в своей жизни прочувствовал, и он знает, что он печется. Вы знаете, и чем раньше мы положим все заботы свои на Него, тем быстрее мы получим то попечение, то благословение. И часто люди не понимают, что забота, она не прилагает тебе помощи и не даст тебе помощи. Некоторые начинают заботиться, суетиться, думать о многом. Но если я пришел на служение, послушай внимательно, я должен вовлечься в это. Я должен увлечься этим до такой степени, что я уже должен находиться в этом. Потому что Бог хочет петься о нас, Он хочет заботиться о нас. Некоторые не понимают, как это так? Ну, если я ничего не делаю, я ничего не буду происходить. Вы знаете, Иисус накормил пять тысяч человек просто не вагоном хлеба там и не вагоном рыбки, правда? Одной рыбой, да, или тремя рыбками, или пятью хлебами. Это не было много, это было чуть-чуть. Если вы знаете, еврейские хлебы, они очень постные и маленькие. Очень маленькие. Они очень маленькие. Это лепешки небольшие. И когда Он брал эти лепешки, Он прилавливал эти лепешки, они наелись все. Вы знаете, самое интересное, Он печется. Когда ты заботишься о том, что Он хочет, Он начинает петься о тебе. И вы знаете, самое интересное, давайте прочтем. Это Луки, 18 глава. Не хотел, я уже начну с этого. 18 глава Луки. Смотрите. Говоря в одном городе, второй стих, когда был человек один, судья. Вообще, притча о вдове, можно сказать, но он говорит о судье. Судье неправедном. Вы знаете, когда мы приходим к Богу, у нас должно все быть настроено на правильное положение, на правильное отношение. К судьи что приходят? Требовать или просить защиты, помощи, вообще с просьбой, правда? К судье приходят с просьбой, с желанием, чтобы он защитил. И тут интересную он притчу говорит. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. Но он был судьей. Вы знаете, самое интересное, судья, который Бога не боится, но должен выполнять свои обязанности. Хочешь, не хочешь, но должен выполнять свои обязанности. И знаете, самое интересное, Иисус не говорит, какой он судья. Все судьи одинаковые. За все время, сколько вы не сталкивались, все судьи будут одинаковые. Они люди, они не стыдятся людей. Они со временем теряют даже совесть. Потому что им надо выносить вердикты, которые, если бы они просыпались ночью, и эти вердикты у них были в голове, то у них бы был страх. Но у них нету страха. У них совесть со временем, она стирается. У каждого человека, когда он работает в какой-то сфере, она стирается совесть. И этот судья, он уже столько вынес неправильных или правильных, он не стыдился людей. И он не хотел помогать этой женщине, не время еще было. Вы знаете, есть моменты, когда не время, но он судья, он поставлен там судить людей. И вы знаете, он должен судить был праведным. Но тут написано, что он еще был и неправедным. Смотрите, он Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. Она, приходя к нему, говорила, что здесь защити меня. Ты судья, защити меня. Защити меня. Она приходила с просьбой, как к человеку, который может ее защитить. Единственный человек в этом городе, который ничего не боится, может защитить от того, который имеет претензию к ней. И вы знаете, самое интересное, она добилась своего, и там написано, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но сделаю это, чтобы она не докучала, она мне надоела. Смотрите, я хочу в этой притче показать то, что Иисус говорит. Он показывает, что судья, который должен это делать, но не делал. Притча о судье, слушайте, не о вдове, не о вдове, я еще раз говорю, притча о судье, он не делал этого. Он не хотел этого делать. Ему вообще неинтересен этот, когда прибыли нет, тебе неинтересно. Но тут нету прибыли никакой. Сдавы, какая прибыль будет? Тут нету прибыли. Тут нету моего интереса, нету моих планов. Вы знаете, и он говорит о том, что я сделаю этой женщине, что она просит. Знаешь почему? Только потому, чтобы она не докучала мне. Видите, что говорит судья неправедный. Но тут интересно дальше говорится. Тут говорится о том, как молимся мы Богу. Мы просим у Бога, который, по сути дела, должен нас защищать. Я вам сказал, что Бог, придай все в руку Божию, Он печется о нас, правда? И Он хочет нас защищать. Он желает защищать. Смотрите, как в переводе, в другом переводе это звучит. Но как эта вдова дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. Притча о ком? О суде неправедном. Бог ли? Вообще притча сравнивается с Богом, который должен защищать нас и хочет защищать. Но люди не хотят этого. О, еще раз повторюсь. Притча о том, что мы сами не хотим, чтобы Бог это делал. Мы не придаем в руки Божьи нашу проблему. Еще раз говорю. Притча не о том, что Он говорит, Бог ли не защитит избранных, вопиющих к Нему день и ночь. Он задает вопрос, Бог что не хочет защитить избранных? Другими словами это звучит так. Бог ли не хочет защищать избранных? Но, потому что Он медлит защищать избранных. Но смысл тут, хотя и медлит, Он не хочет даже медлить в этой защите. Знаете, кто дает ему медление? Это наши амбиции, наши планы. Мы начинаем заботиться. Заботами своими не даем, чтобы Он позаботился о нас. Придай все в руки Божьи. И что? Бог устроит все. Как только я начинаю предавать все в руки Бога, Он начинает заботиться обо мне. Пока я забочусь, Он не будет заботиться обо мне. Пока я тревожусь об этом, Он не будет тревожиться, Он будет ждать. Он медлит, пока я обращусь к Нему. Но дальше еще интереснее. Знаете, Он сказал Господь, слышавший, что говорит судья неправедный. Дальше переворачиваю. Бог ли не защитит избранных, вопиющих к Нему? Дальше, день и ночь, хотя и медлит, сказываю вам, что подаст защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли в этих людях веру, что они это получили от Бога? Еще раз. Потому что здесь не вписывается это в веру. Еще раз говорю. Это не вписывается в веру. Они не увидели даже при преломлении хлеба, что это произошло как чудо. Пока не собрали двенадцать коробов. Двенадцать. Они собрали коробов. Каждый по коробу собрал. Хлебов. И вы знаете, самое интересное, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Другими словами, своей заботой я не могу увеличить в себе веру. Но как увеличивается моя вера, когда Бог начинает заботиться, и я начинаю больше доверять Ему, когда я вижу Его чудеса в своей жизни? Но некоторые перестали видеть чудеса. Потому что это я. Это я. Это у меня. Это я такой. Это я достиг. Это я получил. Это я принял. Понимаете, о чем я говорю? Кто из вас понял? Это я вымолил. Это не вера в Бога сделала, а их молитва сделала. Вы понимаете, как только я предаю в руку Божью, он говорит, я хочу, чтобы ты настолько предался в руку Божью, что ты шел по воде, чтобы ты доверился Ему. Интересно. Следующая притча, она говорит о том, что происходит по-настоящему. Глубже, еще глубже. Я хочу закончить, потому что мы сейчас будем прославлять Бога. Сказал также некоторые, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничтожали другой. Следующую притчу. Два человека вошли в храм молиться. Один фарисей, а другой мытарь. Знаете, что свойственно всем людям? Сравнивать себя с кем-то. Я не такой. Правда? О, я не такой. Я круче. Я лучше, чем он. Мне должно быть больше. У меня должно быть больше. Это не действует вера. Там не действует вера. Когда я думаю, что я круче, во мне ничего не будет. Значит, вы знаете, есть люди, которые сравнивают себя. Они приходят перед Богом, они сравнивают себя. Они говорят с другими, они сравнивают себя с другими. Они горды в себе. И он говорит. Приходят перед Богом фарисей и мытарь. Фарисей говорит. Господи, ты видишь меня? Я не такой, как этот. Я круче. Но мы не так говорим. Мы не можем так сказать. Но мы сравниваем себя с братом, с сестрой рядом стоящим. Мы говорим. Ну, я не совсем уже такой. Господь, ты видишь, ты должен меня благословить. Я же такой. Я же тебе служу. Я же десяти. Ну, не даю, может быть. Но что-то даю. Не всегда хороший. Но не всегда плохой. Не такой, как этот. Мы сравниваем себя. Как бы вы ни хотели, вы сравниваете себя с кем-то. И как только вот эта гордость начинает подниматься, и вы сравниваете себя с кем-то. Знаете, что? Оправдания не приходят в вашу жизнь. Благодати нет. Мы в молитве стоим, и нету благодати. Я хочу, чтобы благодать, это когда ты ощущаешь дар Божий, он начинает на тебя изливаться. Он начинает наполнять тебя. И тут интересно, сказал также некоторые, уверены были в себе. Тут он говорит о вере. Вначале правда уверены в силе Божьей. А тут говорит, уверены в себе, что они праведны. Что они сами крутые. Они сами такие. Он говорит, слушай, эта притча не о том, что ты уверен, что ты можешь что-то сделать. Что ты крут. Тут притча совсем о другом, что Бог печется о тебе. Он хочет заботиться о тебе. И Он хочет давать тебе не по заслугам твоим. Не потому, что ты крутой или не крутой. Он просто хочет благословить тебя. И вы знаете, там написано. Фарисей стал молиться, сам себе так сказал. Боже, благодарю Тебя, что я не такого, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытарь. В храме стоит с человеком и обсуждает его. Одно дело, когда он еще перед Богом это делает. Это вообще позор. Часто мы сравниваем себя с кем-то. Не сравнивая себя ни с кем. Ты индивид, который должен получить от Бога по заслугам. И я такой же индивид. Но по благодати мы тех, кто мы есть. И это не наша заслуга. И мы можем у Бога только просить милости. И уповать на Его милость. Еще раз говорю, слушай, я уповаю, скажи, милость Божью. Милость Божью. Вот эта женщина-вдова, она ни на что не уповала, кроме милости. Снискождение этого неправедного слуги. Может, вдруг смилуются. Вы понимаете, как идут эти притчи? Когда он говорит, что, слушай, ты такой самонадеянный, что ты уверен в себе, что ты достиг... Даже вдова получила, но она теперь уверена, что она такая крутая. Не на милость Божью. Вы знаете, когда он говорит, сказал вам, подаст защиту вскоре. Подаст в то время, как только воззовешь. Защиту, когда воззовешь. Подам вам защиту, когда ты воззовешь по милости. Но тут дальше говорится, но Сын Человеческий, когда придет жать. Еще раз говорю, жать. Он приходит жать. Сын Человеческий найдет ли веру на земле? Кто это все сделал? Смотрите. Вторая притча, она говорит о том, я не такой, как ты. Я крутой стал сам. Я такой. Ты должен меня благословить. Ты должен мне все дать. Гордыня настолько велика. Есть люди, которые уничижают других. Уничижают других. Вместо того, чтобы уповать на милость. Мы же уповаем на милость Божию. Правда? И мы имеем благословение от Бога. Смотри. Бог, милующий, может подать тебе защиту. Сегодня, сейчас, в данный момент. Если ты будешь на Него уповать. И если ты перестанешь сейчас гордиться, превозноситься над другими. Послушайте. Мне Бог открыл. Как только мы начнем уповать на милость и надеяться на то, что Бог начнет делать что-то в нас. И Он начнет делать это в нас. То нам не придется ничего уже делать. Нам будет легко делать. Вы знаете, некоторых надо подбадривать, укреплять. Говорят, давай ты сможешь, у тебя получится бросить наркотики. Слушай внимательно. Как только Ему откроется милость Божья, как только Он исполнится Духом Святым, как только у Него придет сила Божья, Ему не надо об этом будет думать. Он свободен. А как только Он будет надеяться на свои силы, суетиться, думать, что мне для этого делать? Смотри внимательно. Мытарь стоял вдали, не смел даже поднять глаза в небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Будь милостив ко мне. Кому? Будь милостив ко мне. Вы знаете, я больше уповаю на милость, чем на свои силы. Я больше уповаю на то, что Бог может во мне сделать, а чем то, что я могу сделать. Потому что то, что я могу сделать, это мелочь. Это ничто. Но то, что Он делает. Сказываю вам, что этот пришел, пошел оправданный в дом свой, более. Смотрите внимательно. Он пошел оправданный. Они пришли с целью. Они пришли к Богу с оправданием. Эта женщина пришла для того, чтобы получить благословение. Она пришла для благословения и ушла. Потому что надеялась на милость, уповала на милость, не надеялась на свои силы, потому что у нее не было своих сил. И даже не надеялась на то, что... Но, когда человек начинает надеяться на свои силы, Иисус спрашивает, найду ли веру на земле? Слушай внимательно. Что такое вера? Это упование на Его милость. Сейчас мы будем молиться, поклоняться Богу. Бог придет. Он придет на вашу молитву. Но на что ты будешь уповать? На Его милость. И смотри внимательно дальше. Подаст. Ибо всякий возвышающий сам себя... Что будет? Скажи своему соседу. Если возвысить себя, унижен будешь. Не бойся это сказать. Не бойся. А потом теперь скажи себе. Если возвысишь себя сам, унижен будешь. Потому что тот, кто унижается перед Богом, который понимает, что он не может ничего, но может он все. И я вам хочу сказать секрет. В этом тайна силы Божьей. Знаете, как произошло преломление хлебов? Скажи, что возлегли все. Ну, у нас же ничего нету. Пускай. Мы сейчас будем уповать на милость Божьей. Мы сейчас будем надеяться на милость. Ну, как можно накормить вот этим вот? Ну, невозможно, правда? Но милость Божья была к этим людям. Он сжалился над ними. Вы знаете, когда люди в нужде, он всегда отвечает на нужду. И он говорит, заботится. Смотрите. Сказываю вам, что он подаст защиту. Смотри, ибо унижен будет. А унижающий сам себя что сделает? О, есть такая, знаете, некоторые унижают себя. Мне понравилось, когда мы были вчера на служении Хайди Беккер. Мне нравится. Она даже, когда все поклонялись. Там музыки не было, но было поклонение. Правда? Там ничего не было, а люди просто поклонялись и молились на иных языках. Они взывали к Богу. И она спустилась потом в конце служения. Возле ступенек встала. Возле всех людей встала так на колени. И люди тут. И она молилась вместе со всеми. И вы знаете, она была такая же, но она занимается служением у нее такое, детям помогает. Вы знаете, ты никогда не можешь помочь тем, когда ты не спустишься на их уровень. Она рассказывала такие вещи, когда она ездила и помогала тем людям, которые, тем детям, которые надо было забрать из тех районов, бандитских районов. Там, где убивают людей, разрезают людей. И она ехала туда, белая женщина, и она выхватывала, забирала этих детей, забирала этого ребенка. И вы знаете, Бог ее сохранил. Еще раз прочту. Петра, первое послание Петра, пятая глава. Все заботы. Седьмой стих. Все заботы ваши возложите на Него. Еще раз скажу. Все заботы ваши. Когда Он говорит, все заботы возложи на Него. Начни уповать на Его милость. Начни уповать на Его милость до конца. Все свои заботы возложи на Него. Ибо Он печется о вас. Вы знаете, Бог, Он не просто заботится, Он печется. Он не имеет покоя, когда ты имеешь в чем-то нужду. Хватит беспокоиться о какой-то ерунде в твоей жизни. Все свои заботы возложи на Него. Пока ты думаешь, что ты можешь справиться, ничего не произойдет. Понятно? Кто из вас понимает это? Но как только ты возлагаешь на Него заботу, ты свободен. Ты свободен. Ранами Его ты можешь исцелить себя сам? Нет. Ты можешь освободить себя сам? Нет. Ты можешь благословить себя сам? Ну, в какой-то мере. Все свои заботы возложите. Скажи, все свои заботы возложи на Него. Когда мы начинаем думать о себе высоко, сравнивая с кем-то, ты никогда не возложишь заботы. Почему у Него выходит, а у меня нет? Знаешь, почему он научился пользоваться этим? Заботы возлагает на Него, а Бог его оправдывает. Почему Бог некоторых грешников оправдывает лучше и больше? Почему у них больше, чем у меня? Почему у Него... Знаешь, почему? Потому что он умеет возлагать Свои заботы. Я сверхблагословен. Я сверхблагословен. Поэтому мы жертвуем, поэтому мы даем, поэтому мы благословенны, поэтому мы свободны, поэтому Бог любит нас, поэтому... Знаешь, почему? Потому что мы не на Свои силы надеемся, не на Себя самого, а на Него. Аминь? И некоторым говорю, как только ты возложишь на Него заботу, ты увидишь решение проблем. Ты сможешь увидеть то, что Бог делает. Поэтому некоторые после долгих начинаний, долгих стенаний, долгих драк в своей жизни, они когда получают определенную милость от Бога, они думают, что они это заработали. Кто из вас понял, о чем я сказал? Какой я крутой? Иисус говорит, но когда приходит Иисус уже в нашу жизнь, то мы даже Его не замечаем, и мы Его не видим. И там веры уже нет. Вот есть верующие, которых веры нет. Они все достигают. Вместо на милость уповать, они все получают от Бога. Долгим упорным трудом. Никак... Ну ладно, это другая проклят. Давайте встанем, молиться, поклоняться.